Итак, всем привет, с вами я Артём Петров, это, так сказать, новогодняя серия, или как там хотите, называйте её, игры CD's Clones. Вот, в серии вы ближе к Новому году, так что вот так и, так сказать, приготовление я уже сделал, в предыдущей серии я сделал этот район. Вот, в этой серии я вот такой вот, так сказать, вращаясь к этому приготовлению, это хотел сделать так, чтобы, так сказать, украсить улицу, чтобы она ночью светилась, разноцветными огнями блистала и всё такое, но забегая наперёд, это будет огромное разочарование, потому что эти гирлянды не светятся. Но, с другой стороны, ночь всё равно будет очень красивой, и вообще, эта серия будет одна из главных тем, ночь, в общем, одна из главных тем, чтобы ночь. Ну, короче, ночь я не показывал ещё, как выглядеть в моём городе, но сначала тогда, так сказать, исполню желание подписчиков, там всё такое, ну, как вы хотите, называйте, то, что я за серию построил шесть городов, сразу. Первый город это попросил этот зритель, он сказал построить рядом с Сиховым, был городок, такой, ну, не городок, как в этом районе, в общем. Вот, таким вот образом я строю. Не очень сильно определилось, как буду строить, но суть была в том, что, так сказать, крупные здания, крупные частные здания, то есть коттеджи, но перемешку с коттеджами будут ещё и обычные русские дома, то есть частный сектор. Но вот такой вот уже крупный и побогаче, нежели просто в ряд ставить какие-нибудь деревянные дома имперские. То есть, таким вот образом я поставил. Не знаю, я вот, кстати, про район ещё думаю. Я вот сначала испугался, подумал, что это сложно, так же, как строить Сихов, потому что именно этот зритель попросил и Сихов, район из Львова, и вот этот вот район, он недалеко от Сихова находится, да и я его, в принципе, поставил тоже недалеко, но не там, не в том месте, где он находится в реальности. Потому что посчитал его, нужно поставить здесь, тем более здесь это очень уместно будет находиться. Так что вот так вот. Здесь будут такие вот ещё панельки. Не знаю, что здесь находится в реальности, я не гулял по панорамам, потому что не было времени. Да и вообще на Хитис у меня времени немного, я по-сому, что я работаю больше, нежели играюсь. Ну потому что, блин, понятное дело. Если это игра, значит ты игрушки, а ты, значит, ты играешься. Если ты играешься, значит ты, блин, ты чё, маленький что ли? Когда играются дети только, а взрослые должны только терпеть и работать. Так ладно, вижу, гугл, вижу в делах, вы это не слышали. В общем, поставил вот таким вот образом ещё другие пятиэтажки, которые будут так вот располагаться. И тоже соединю. Но всё делаю по картам. Логично. Ну, думаю, объяснять нет смысла, я это объяснил уже тысячу раз. Но про район больше говорить особо нечего. Просто большой кусок частного сектора, который нужно повторить сеткой дорог. Потому что домами это не повторишь, потому что там неизвестно, что за дома. Тем более они не типовые, они больше направленности. Но всё равно частные дома. Они каждый вправе выбрать себе дом самостоятельно. Вот. Ну, надеюсь, вы поняли. Тут такую дорожку тоже по картам сделал. Не знаю, насколько это нужно. Ну, вот таким вот образом всё это получается. Ну, и так же продолжаю застаравливать частные дома. Частные домики. Ставлю я их разными и в разного друг от друга расстояния и размерности, чтобы это выглядело более как-то естественно и живо. И, кстати, реально, это очень хорошее место для частного сектора. Промеж двух районов. Современного и околоэнергетического. Или около того. То есть, рядом которого находится, так сказать, что находится. Электростанция, по-моему, находится там. Так что, очень уместно находиться этому району в этом промежутке улиц. Так сказать, промеж двух этих самых районов. Вот. Так что, всё-таки продолжаю строить. Потом судопровод общественного транспорта не проводил в этой серии. Понятное дело. Да и общественного транспорта по частной территории, по частному сектору. Особо не особо. Многое можно пускать. Так что, можно там хватить два маршрута пазика. Один до вокзала, другой до чего-нибудь ещё, до какого-то ближайшего метро. Ну, выполнили. Ну и досоединяю. И вот такие вот получаются у меня, в принципе, районы, кварталы, живые массивы. Вот. Так же продолжаю застраивать. Частный сектор тоже вот такой вот. Может быть, получилось не таким плотным, каким я бы хотел представить себе. Но в целом, получается, всё равно прикольно и интересно. Так что, думаю, что сойдёт. Вот. Ну, чё ещё добавить? Ну, нормальный район. Мне он нравится. Тем более, зритель попросил... Ну, зритель, походу, патриот Львова. Ну, как патриот. Да, Варик. Ну, просто... Ну, просто, понятное дело, житель. Я бы так же какому-нибудь блогеру тоже это самое заспамил. Ну, не прям он спамил, но я бы тоже как-нибудь там показывал бы, сказал бы, что я хочу. Прямо показал бы так, чтобы он заполнил на всю жизнь. Ну, выполнил, в общем, мою суть. Так сказать, я её доносил. Так себе, точнее. Но... Таким вот образом всё это поставилось, построилось. Как-то я, может быть, долго затягиваю с вот этим вот строительством. Именно. Ну, почему я это показываю. Ну, а суть в том, что... Ну, повторюсь, что главное в районе то, что он... Не просто советские дома и советское вот это вот всё. А ещё и какие-то частные дома, которые немножечко самобытные и выбраны по желанию клиентов этих домов. Ну, по желанию жителей этих домов. Когда их строили. Ну, надеюсь, вы поняли. Ну, и пытаюсь посадить деревья. Деревья я решил поставить мелкими. Помимо этих лысых. Лысые я все ставлю, навсегда. А вот ещё будет деревья поменьше, чтобы как-то дома в них не утопали. В деревьях. Ну, вы поняли. То есть, вот таким вот всё это ставится образом. И получается тоже всё равно довольно-таки живо, весело и чистотворно. И благоприятно. Но район, кстати, будет продолжаться, но потом. И то вряд ли будет продолжаться именно этот район. Может там продолжаться всё что угодно. Но похожее на этот район. Ну, получается, вот таким вот всё это образом выходит. То есть, вот такой вот частный сектор. Следующий, так сказать, следующий постройок вы видите на экране. Я не скажу, что это, потому что я уже забыл. И потому что я снимал давно. Именно вчера. И приходится, так сказать, жертвовать памятью, чтобы... Что? Ну, что будет самое. Да. Вот. Ну и ставлю тоже таким вот образом. Здесь этот район идеально подходит в этот квадратик. Потому что тут долгое время был пустырь. Просто был такой перекрёсток посреди ничего. Да и в целом сюда район из пятиэтажек входит идеально, потому что неподалёку находится район из пятиэтажек из, по-моему, Харькова, если я не ошибаюсь. Но это, помню, огромный район был. Ну, есть. Ну, в смысле он стоит. Ну, в смысле он никуда не делся. Ну, в поле. И думаю, что они идеально друг другу будут сопоставлять друг другу, так сказать. Чё друг другу? Ну, это не мешает друг другу. Вот. Ну и в целом просто повторяю очертания кубиков домов, коробок и расставления их в реальности. Таким вот образом, чтобы получилось из этого что-то путное. И получилось даже что-то интересное. И, наконец-то, не будет здесь дыры. Вообще, в принципе, серия про заделание дыр и исполнение желаний. Даже исполнение желаний как-то громко звучит. Но почему бы и нет? Как бы я... У меня было такого, что... Ну, не припомню такого, чтобы я прям сказал нет. Там, просто так. Потому что я не хочу это строить. И этого не будет, потому что так хочу. Как бы любая серия это исполнение желаний. Но это просто повод как-то так выразиться, назваться покрасивше. Чтобы... Ну, как-то так по-новогоднему, что ли. Как бы... Чтобы было больше новогоднее настроение, чем у меня сейчас. Ну и вообще, ну как бы... Я даже не знаю, как новогоднее настроение тут, так сказать, поддерживать на своем канале. Я как бы привык тут быть унылым, так сказать. Даже больше не унылым, а все время жаловаться на жизнь. И жаловаться на жизнь. Вот. Хорошо стало. Вот. Ну, район также всегда получает... Происходят какие-то моменты со строительством района. То есть, какие-то непонятные моменты. Это когда очень не хватает места для строительства. Тогда район становится немножечко не тем, каким он есть на самом деле. Да и, в принципе, район был не квадратным, а вот таким вот небольшим срезом. И вот тут будет просто голый лес. В смысле, одетый лес. В смысле, лес. В смысле, зелень. Чтобы это как-то выглядело. То есть, вот так я закончил с дворами. И... Зазеленил все это лесом. Точнее, тут лес белый, поэтому я его... Я этот квартал забелил. Че? Ну да. Ну че да? Нет. Че нет? Ну да. Ладно. Ну, в общем, вот. Район получился готовым. И даже уже выглядит как город более целостностным. Нежели он был до этого. Вот этот район, следующий, тоже меня попросили. Это, по-моему, из Новороссийска. Это я запомнил. Помню. И... Этот район вообще очень кайфово получился. Относительно остальных. Потому что... Ну, потому что, посмотрите, как он будет строиться. Как бы я выбрал просто девятиэтажку. Потому что район будет из девятиэтажек состоять. Ну, по-моему, пятиэтажки там тоже есть. Насколько я помню. И выглядит это все будет вот таким вот образом. Ну, подряд буду ставить. А, ну, выглядит будет таким образом. И тут я вставляю картинку, что я буду строить. Наверное. Или я до этого ставил. Ну, не суть важная. Главное, что она будет построена. Ну, надеюсь, вы поняли. Ну, и так же продолжаю его застраивать. Ну, логично. Нет, я его закончил на первых четырех домах. Так что, вот как-то так. Я продолжаю строить. Заставлять. Расставлять. И заставлять признаться в любви к... Блин, сейчас я гнётку с морозом, я обрежу нафиг. Или не обрежу? Не обрежу нафиг. Ладно. Тут также продолжаю ставить пятиэтажки. Блин, сейчас тут... Пятиэтажки, короче. Они будут тут поближе. Да и, в принципе, здесь район такой вот, что проезжает мимо троллейбуса. И троллейбусы проезжают немножечко по неестественному пути. Из-за того, что тут как-то непонятно расположена дорога. То есть троллейбусу тут нет смысла быть, когда тут не было ничего вокруг на свете. Но сейчас появляется здесь район, какая-то более-менее плотная застройка. Поэтому есть место быть тут какому-то более тяжёлому калибру общественного транспорта. Вот. И таким вот образом... Это самое. Ну да, вставил. Ну и заканчиваю вот этот вот кусочек. Кусочечек. Кусочечек. Вот. Тут какой-то торговый центр стоит в реальности. Но я поставил здесь автосалон. Автосалон. Как бы пусть будет так. Тем более он повторяет очертания района. И район в принципе готов относительно вот этих вот, так сказать, очертаний и форм. По-моему, чего-то не хватает посередине. Но может быть я это построил не специально. Ну, я построил это... В смысле, я не построил я это специально, потому что тут... А, я построил что-то. Ну, просто поначалу показалось, что мне тут нечего было строить. Но все-таки я что-то построил. То есть, какие-то непонятные сооружения, типа офиса или что-то такое, Которое тут было выглядеть уместно. Ну и закончил с проведением дворовых территорий и зазеленения. По-моему, тут парк не доставил, кстати. Надо потом будет расставить. Ну и зазеленение просто... По-моему, звук сейчас был противный. Ну, вот, в общем, посмотреть, почему я... Почему этот район я так расхвалил. Потому что, и смотрите, как он идеально вписался рядом с районом из Ростова. Просто как литой. Вот. Следующий район, это я помню тоже, это из Воркуты. Меня попросил зритель. Он сначала попросил Москву, но я сказал, что Москву я не строю. Потому что... Долго вы объясняете. Ну, посмотрите, почему. Бэт-комментарий. Ну, найдете. В общем, район тут, в принципе, район возле завода, он будет таким, что больше похож на человеник в виде советских, так сказать, монотонных зданий. Без балконов, без каких-либо удобств. То есть, это просто склад рабочей силы, так сказать. Ну, это принцип моего этого района. Да и, в принципе, район из, так сказать, Рокуты сюда идеально вписался. Да и, в принципе, там, как бы, похоже на то, что нужно. Но, что-то пошло не так у меня. И видно, что как-то дома все странно располагаются. Ну, да. Район не удался. Все-таки маленький кусок взял. Маленький кусочек этого самого квартала. Вот. То есть, проблема тут в том, что места мало, немного. И из-за этого места мало и немного. Хорошо сказал. Ну, на самом деле, то, что просто не хватает места. И когда не хватает места, немножечко скукоживается, так сказать, постройка и становится уростом неким. Так что, если тебя это устраивает, тот, кто просил это, то спасибо. Если не устраивает, то пиши, я переделаю. Или сделаю что-нибудь другое. Как бы, места еще много. Но проблема в том, что у меня город все еще дырявый. Даже по итогу всего строительства. Но все равно, ну, много чего я построил. Но все равно дыр много. Потому что дыры все, они непропорциональной формы. Сейчас я свистнул. Непропорциональной формы. И не очень, ну, мало чего туда поместится. Ну, и зазеленяю, конечно же. Чтобы оно выглядело как-то более живо и целостно. Вот, как-то так. Мир вам посмотрел. Вот. Ну, все, район выглядит уже более-менее похожим на район. Хотя все равно еще долго много строить. Но потом. Ну, и еще следующий район, я помню, Челябинск. Насколько я помню. Или не помню. Да, помню, Челябинск меня попросили тоже построить. Вот карта, вот зритель, который попросил это построить. Ну, как бы некоторые вещи просили построить с Ютуба, которые я вставляю. А вот то, что просили с ВК строить, то, что писали. Ну, потому что я спросил у группы людей. И меня там сказали, ответили. Пояснили, так сказать, базар. И поэтому я их не вставляю, потому что, ну, посчитал так нужным. Как бы хотите попасть в видос, пишите комментарии на Ютубе, чтобы, ну, так сказать, все равно меня продвигать с комментариями. Потому что, чем больше комментариев, тем больше алгоритмов Ютуба думают про то, что это годный видос и кидает их в рекомендации. Насколько я понимаю. Ну, если я правильно все понимаю. Если я что-то понимаю неправильно, то все равно пишите комментарии. Это суть роли не меняет. Да, руль-то мне сейчас, да. На рестайлингахи. Вот. В общем, заставляю этот район. Район будет состоять, как вы видите, уже из панелек хрущевок, по-моему, с треугольной крышкой. То есть, это явно какие-то ранние хрущевки. Или просто такой вот тип хрущевок. Я просто в этом не спец. Но думаю, что вы поняли суть идеи. Да и, по-моему, в реальности оно тоже примерно около похоже на то, как оно и так вот выглядит. Ну, в общем, вот я построил. Да, фигню. Сморозил. Тут какой-то непонятный, кстати, есть момент с каким-то кусочком района. Он состоит полностью из... Ну, у меня он состоит полностью из каких-то непонятных сооружений в виде офисов. Которые... Ну, тут они являются офисами, но я не знаю, что это за сооружения. Я их использую как иногда коридоры в больнице. Так что, думаю, что нормально. Вот и провожу дворы. Пока что провожу на камеру, но скоро буду проводить их не на камеру. Да и, в принципе, просто посмотреть, как я их провожу. Думаю, там будет полезная информация. Может, пригодится даже. Ну, это не точно. Ну, вот. Так что, как-то так. Ну и вот, построил, в принципе, дворы. Осталось только зазеленить. И всё такое. Кстати, можно сразу мимоходно сказать, почему не было видосов. Потому что неделя тяжёлая, рабочая. И я на этой неделе работал. Зашибись объяснился, короче. Но район готов. Вот. И последний район на сегодня. Так вот, показываю ещё кусочек. Вот приятно, кстати, зашли дома. Вот так вот, на повороте. Так что, как-то так. Ну и последний, так сказать, район. Тоже попросили меня в ВК. Это, по-моему, район Тулы. Ну, центральный район из Тулы. Тулы. Да, Тулы, по-моему. Что-то не выговорил это слово. Ну ладно. То есть, тут как-то вот таким вот образом. Я не знаю, что... Ну, я по картам не шлялся. Но тут стоит что-то вот таким вот образом. Так что я пока поставил всё это временно вот так. Но, в принципе, на самом деле, я на это видео убил, ну, не три дня, как на Львов. Ну, а во Львове я отдыхал хотя бы чуток. Вот тут я, кстати, ошибок допустил. Я это видео снимал подряд с шести, по-моему, вечера до двадцати трёх. Вот. И вот к чему привёл мой тупняк. Я поставил пятиэтажки вместо девятиэтажек. Поэтому я стою всё это и сношу. Ну, сносная тяжесть бытия. Вот. Поэтому я решил поставить сюда девятиэтажки. Но сначала я выбрал какие-нибудь нужные. То есть, вот, листаю. Так что, реально, вот столько времени подряд сидеть в Сиди, сыграть. Это, на самом деле, утомительная задачка. Задачка. Скинь ответ на невличку. Спасибо. Вот. То есть, как-то всё это вот так расставляется. Вот с девятиэтажками это уже выглядит более проще. Потому что ставить это было пятиэтажками более готовыми, нежели вот этими вот. То есть, больше похоже на Рико дома, чем на секционные. Это было, мягко говоря, проблемно. Да и, в принципе, получилось кривое. Странное. Непонятно. Удобно. Двинуло и всё такое. Вот. То есть, поправляю немножечко. Ну и, в принципе, много чего-то тупил последнее вот это вот время. Последнее время вот этой съёмки Ситиса. То есть, даже сам себя даже удивился. Вот. Но, в целом, район тоже получился хорошим. И вот таким вот. То есть, более-менее, похоже на формы того, чего я хотел построить. И, может, даже всё это похоже на то, что я хотел построить. Чё? Да. Нет. Да. Ну, в общем, вот как-то так. Долго думаю. Часто туплю. Туплю на камеру. Чё-то вот это вот непонятное движение какие-то у меня были. Ну и попытки что-то как-то воспроизвести моим, так сказать, мозгом. Чтобы из этого, чтобы получить годные, путные и полезные, как-то всё время оборачивалось с какими-то неудачами. Так что, как-то кое-как, каким-то чудом я всё это построил. То есть, пытался что-то расставить, что-то искал, что-то удалял, сносил. Ну и в итоге всё равно скопировал готовый дом. Ну, классика. Ну и в итоге как-то вот так поставил. Ну, тут как бы явно есть что-то похожее на торговые ряды. Но их у меня не будет, потому что у меня нет торговых рядов. Нет такого понятия в Ситисе. А если есть, то оно не такое красивое, какое оно могло быть в реальности. Вот. А я их понятными с ним. Ну, вот. Чё-то думаю. Чё-то пытаюсь. И сообразил, сделав такой вот некий рынок. Ну, это даже рынком нельзя назвать. Просто какая-то кучка сооружений с торговыми точками. Которые я тоже как-то пытался воплотить. И сделать из этого что-то такое, чтобы оно из этого что-то сделало. Все. Ну и осталось только дело за малым, так сказать. Чё-то хотел шутить, забыл чё. В общем, осталось дворы провести. И чё, я не применил воспользоваться и закончил моментально. Вот. То есть, уже получается вот таким вот район. По-моему, я опять забыл провести про... Про... Самое про... Чё про? Про дед. Провести всякие, так сказать, парковые территории и всё такое. То есть, у меня просто дворы, лес и лес поменьше. И... Ну, всё равно это получается довольно-таки живо, целостно и удачно. Ну и осталось сказать, чё будет в конце. Ну, самое главное в видео это последний облёт. Он будет ночью. Ночной облёт. Его не было раньше. Пару слов про ночь. Ночь, она чересчур красива. Я пытался... Я искал этот плагин, ну, этот плагин, установку картинки для того, чтобы сделать всё это серым. Как-то более серым. Но ночь получилась красивой. Вот, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok